Мы в Ягодной долине. За этим вкусным названием предприятия стоит серьезный инновационный проект. Таких грядок клубники мы не могли видеть в огороде наших бабушек, но и мы не в Краснодарском крае. Чтобы вырастить вкусную и качественную ягоду в Московской области, здесь, в деревне Еремина, используются передовые современные технологии. Ягоду выращивают в туннельных теплицах. Вместо земли специальный кокосовый субтрат. Своевременный полив обеспечивает автоматизированная система. Для этих нужд – искусственный водоем на 10 тысяч кубических метров воды. Для такого важного процесса, как опыление, на предприятии работают пчелы. Все это обеспечивает качественный, выращенный на нашей земле продукт. Очень скоро здесь поспеет первый урожай клубники, но до этого момента, как первые ягоды будут собраны и отправлены на полки супермаркетов, предстоит много работы. Через две недели примерно будет формовка куста, будут убираться старые побеги, старые вот эти палочки, листья и большая часть цветоносов. То есть вот этот цветонос, но на нем один цветочек. Он в дальнейшем также будет удален с куста, для того, чтобы сформировался полноценный корень. И кустик даст уже новый хороший цветонос, на которых будет не один цветочек, а пять, шесть и более. Дарья работает на предприятии ровно столько, сколько оно работает. За эти три года прошла путь от сборщика ягод до бригадира. Поэтому весь процесс выращивания ягод знает от и до. И даже провела небольшой мастер-класс для нашего сотрудника. Он готов? Да. Да, уголь два. Надо просто это делать. Заправляйся он туда. Сильнее. Посильнее можно в сторону. И в сторону. Слушайте, это мне такая уж и легкая работа. Да, скажу вам. Но без этого не получится урожай качественный. Клубника занимает 48 теплиц. Еще в 34 выращивается малина. А на этом месте в будущем планируется выращивать голубику и спаржу. Год от года предприятие растет. И уже сегодня занимает 7 гектар, которые нуждаются в ежедневном уходе и обработке. Первый урожай у нас в этом году планируется начать собирать с клубники. Ориентировочно это будет 20 июня. Малина собирается где-то в конце июля, в начале августа начинается сбор. Ну, общие объемы сбора в планах собрать 200 тонн клубники и 45 тонн малины. На сегодняшний день на предприятии задействовано около 20 постоянных сотрудников и до 50 человек, привлеченных на сезон. Планы грандиозные, работы много, поэтому предприятию нужны и дополнительные силы. Если будут желающие, всегда рады видеть на нашем поле. Обеспечим работой, обеспечим вкусным обедом. Сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы людям понравилось работать в сельском хозяйстве. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.